Доброго дня, всем добрым людям. Мы на YouTube-канале Марка Солонина. Я записываю это видео днем 27 октября. В Израиле существенных и важных новостей пока нет. Поэтому я решил откликнуться на просьбу девушек и записать некие размышлизмы. Жанр, который вообще-то старался всегда избегать. Дело в том, что замечательные девушки, у них там есть некий интернет-сообщество, не хочу уточнять, они не полномачивали меня, написали письмо, что вот сейчас идет война, идет информационная война, огромное количество антиизраильской, антисемитской, в кавычках, пропалестинской пропаганды. Надо этому сопротивляться, с чем я полностью согласен. Соответственно, не могли бы вы что-то такое записать с опровержением наиболее распространенных фейков, злобных и неверных утверждений и так далее. Почему бы нет, сказал я. Девушки немедленно прислали мне перечень из девяти восьми ложных высказываний пропагандистских, разделенных на восемь подгрупп. И, соответственно, сопроводили этой просьбой, чтобы я прокомментировал эти девяносто восемь ложных высказываний, и их каждая по очереди опроверг. Что я сейчас и сделаю. Надеюсь, что я вложусь в минут 15-20. Пункт исходный. Надо нести в мир свет знания. Это не я сказал, это записано в священных текстах. Иудейских, между прочим, и христианских. Что надо нести в мир народным свет знания, а не тратить силы и время на бесконечные попытки опровергнуть бесконечное число ошибочных мнений. Понимаете, дважды два – четыре. Это можно объяснить ребенку, допустим, на спичках, на пальцах. Это правильный ответ, и он единственный. Неправильных ответов бесконечно много. Ну, что же, два – семнадцать, пятнадцать, четырнадцать, три, один и так далее. Если мы, вместо того, чтобы учить детей нормальной таблице умножения, будем им последовательно опровергать тезис о том, что дважды два – семнадцать, восемнадцать, девятнадцать и так далее, то несчастный ребенок из школы придет совершенно приполненной всякой ерундой головой. Понимаете? Ребенку просто показывают глобус в школе. И объясняют, что Земля вот такая вот. Никто не тратит время на обсуждение бесконечного количества неверных версий. То же самое и здесь. Да, считаю, чрезвычайно полезным нести в мир свет знания. По мере возможности делаю. У нас на канале 13-серийный по поводу войн Израиля. Там несколько серий, несколько первых серий посвящено в том числе и истории создания государства Израиля. Истории так называемого, в кавычках, палестинского вопроса. Но это долго. Вероятно, нужны более короткие формы изложения этих тезисов, в более тезисном виде. Что, несомненно, могут делать другие люди. Может, я когда-то пытаюсь это сделать. Но опять же, в позитивном ключе. А не в попытке бесконечного опровержения, бесконечного числа злобных глупостей. Но если все-таки девушки просят, то придется смирить гордыню, наступить на горло собственной песни. Ну, хорошо, давайте мы сразу же ответим на все 98, а также 980 ошибочных утверждений. Я считаю, что если вы зачем-то, зачем-то, не понимаю, зачем, считается уместным и правильным вести дискуссию, да еще и интернет-дискуссию, бесконечным количеством злобных троллей, то тогда я предлагаю следующую последовательность действия. Надо им задать три вопроса. По-одесски, три вопроса. Вопрос номер один. Вопрос номер один. Первый, главный, исходный. Согласны ли вы с тем, что ради создания 19-го по счету арабского государства надо уничтожить единственное имеющееся еврейское государство Израиль? Да? Нет? Ну, вопрос такой, что на него сложно ответить по-другому. Или да, или нет? Если человек говорит, да, надо уничтожить, то все понятно, мы имеем дело с фундаментальным антисемитом, дискуссия, с которым одновременно и бессмысленно, я бы сказал, даже аморально. Если же человек нормален или чрезвычайно лицемерен, что более вероятно, то он скажет, что вы, что вы, боже упаси, боже упаси, зачем что-то уничтожать? Мы за два государства. И у евреев должно быть государство, и у арабов должно быть, которых мы будем называть словом палестинцы, должно быть государственная территория Палестины. Но два государства для двух народов на территории Палестины должно быть. Я совсем за это, а вовсе не за что-то уничтожать. Тогда я предлагаю задать второй вопрос. Уважаемый, считаете ли вы, согласны ли вы подтверждению о том, что Израиль, еврейское государство, должен взять арабское государство в Палестине на свое полное обеспечение? Обеспечить его всем, начиная от медикаментов, заканчивая водой, едой, электричеством. Да? Нет. Если человек говорит, да, поганые пархаты и жиды, конечно же, должны кормить арабов, дискуссия благополучно заканчивается. Если этот человек говорит, не, ну зачем же суверенное арабское палестинское государство само себя обеспечит, тогда вы задаете ему третий вопрос, и на этом вся дискуссия, вся трата времени заканчивается. Вы задаете третий вопрос. Если они, они, так называемые палестинцы, то есть арабы, живущие на территории Палестины, за предыдущие полвека этого не сделали, то с какого перепугу это все произойдет после того, как зона контроля палестинской администрации превратится в суверенное государство Палестины. Что изменится? Ну, вывеску, немножко поменяем вывеску, чуть-чуть доработаем вывеску. Сейчас это называется палестинская автономия, это будет называться палестинское государство. Дальше, дальше что изменится? Там нет ни воды, ни еды, ни электричества. В чем нас авторитетнейшим образом заверил генеральный секретарь Реализации Объединенных Наций, товарищ Гутерриш, который несколько дней назад нам об этом тоже проводили, сказал, что вот там, вот в Газе, 2 миллиона несчастных людей без воды, электричества, еды, медикаменты все закончились. Ну, ребята, они там, еврейские поселения были ликвидированы в 2005 году. Это сколько уже прошло лет? Это 18 лет. Ну, за 18 лет. Почему там нет воды? Почему там нет еды? Один только Катар, один только Катар присылает хамасовцам порядка 100 миллионов долларов в год. Все остальные арабские спонсоры это в явном виде, в явном виде присылают еще столько же. То есть это 200 миллионов долларов в год вливается только арабских денег. Вот на эту территорию, еще раз повторяю, полоска пляжа, 40 километров вдоль берега, ширина от 6 до 12 километров. Плюс огромную помощь присылают на Организации Объединенных Наций, там специальные структуры созданы для помощи именно палестинцам. Плюс большое количество полезных идиотов по всему западному миру. Ну, на эти деньги, на этом берегу можно было сделать, вообще-то это Средиземное море, тут тепло. Тут можно купаться 7 месяцев в году. Тут можно было сделать вторую Анталию, второй Шар-Мальшех. Я же не говорю про вторую Ницину, но вторую Ницину это как-то сложновато сделать. Но вместо этого там за 18 лет создано что-то такое, в чем нет воды, еды и электричества при таких денежных вливаниях. Если уже на берегу, на берегу Средиземного моря эти милые люди не смогли создать жизнеспособное государство, что же они смогут сделать вот здесь вот? Вот здесь вот. Вот это вот вы видите перед собой. Те самые границы 1948 года, ну, границы, правильно сказать, границы 1967 года, границы, которые были до начала шестидневной войны, которым Израилю предлагают вернуться, а вот там вот создать палестинское государство. Вот скажите мне, как вот на этом вот клочке, вот этом бесформенном клочке земли, не имеющем выхода к морю, то есть никакого порта нет, не имеющий железнодорожных связей с окружающим миром, там нету их, не имеющий аэропорта, как там может существовать, устойчиво существовать, себя обеспечивать государство. И, понимаете, там горы, но это не швейцарские горы, понимаете, ну, я там был, и израильтяне видели, конечно же, каждый, но те, кто там не был, поверьте на слово, это выжженные солнцем скалы, скалистые горы, кое-где поросшие кустарников. Да, конечно, да, технологии 21 века, в том числе израильские агро-технологии, позволяют на этих горах вырастить и виноград, и маслины, и что хочешь, но это нужны огромные инвестиции, инвестиции денег, и инвестиции интеллекта, но, к сожалению, там этого нет, кто их будет финансировать? Сейчас им присылают огромные деньги с единственной задачей, чтобы поддерживать очаг войны, ну а в каком-то предполагаемом, счастливом, с их точки зрения, будущем уничтожить Израиль. Если это все закончится, если там будет подписан так называемый мир, и будет создано палестинское государство, кто же и зачем их будет финансировать? И где они найдут столько специалистов, чтобы превратить вот этот кусок горы, вот этот кусок горы в Самарии и Иудеи в аналог Силиконовой долины? Или где они найдут столько банкиров, которые согласятся превратить этот в аналог Сингапура? Да, Сингапур тоже крохотный, и там на этом крохотном плачке живут люди, дай бог каждому, но, простите, Сингапур один из мировых финансовых центров. Я сильно сомневаюсь, что надуются люди, которые захотят завести туда сотни миллиардов, вот на это вот место. Поэтому никакой жизнеспособной Палестины создать там невозможно. Я же не говорю про то, как это скажется на существовании Израиля. Будем сейчас обсуждать только вопросы и интересы арабов, там проживающих. Далее смотрим, а что же происходит на местности в реальности. В реальности вот это вот. То есть там уже проживают полмиллиона еврейского населения. Вот синие, такие темно-синие точечки – это еврейские поселения. Строго говоря, районы с преобладающим арабским населением там обозначены, вот видите, я их обвел черный, как-то так, как рука взяла. вот такое вот в виде трех клочков разорванных, один клочок в Самарии, другой в Иудее, еще один клочок в Иерихоне. Вы считаете, что это может быть жизнеспособное государство, там воды нету, там воды нет, а нет выхода к озеру Кенерет. А Иордан – это, во-первых, не река, это ручей, во-вторых, выхода к Иордану тоже у них не будет. То есть это заведомое создание гетто, это заведомое создание анклавы нищеты, гуманитарной катастрофы, ну а там, где миллионы людей, да еще есть огромное преобладание людей молодых возрастов, находятся в гетто без всяких перспектив и в нищете, ну может ли это быть мирным, мирным, благополучным соседом для еврейского государства? Ответ очевиден – нет. Поэтому, если человек не идиот, запятая, и если человек не патологический антисемит, то ему должно быть понятно, что на этой территории от речушки Иордан до берега Средиземного моря места для создания 19-го по счету арабского государства нет. Все остальные вопросы должны решаться исходя из этого бесспорного, очевидного, видного глазами, подтвержденного 50-летней практикой факта. Вопрос о защите человеческих прав арабов, проживающих на этой территории, замечательные люди. Вот они арабы. У них должны быть все человеческие права. В частности, точно так же, как 2 миллиона арабов, уже находящихся на контролируемой территорией с ризайским паспортом, имеют все права, получают высшее образование. Здесь уже полно-полно арабов-фармацевтов, арабов-младшего медперсонала, уже полно-полно арабов в банках работает, и что меня несколько подудивило, уже полно-полно арабских врачей. Так что вопрос обеспечения прав человека для арабов, проживающих на этой территории, на территории Палестины, где должно быть, не должно быть, оно уже существует, террористское государство, это отдельный вопрос, а места для другого государства там нет. Все. Вот, все. Вот и весь, собственно говоря, разговор. На этом можно было бы закончить, но поскольку я обещал размышлизмы для тех, у кого есть время и настроение, сейчас до нахныни я еще могу кое-что добавить. Во-первых, я считаю полезным и важным добавить то, что антисемитизм, ненависть к евреям, это иррациональная ненависть, это иррациональная черная энергия, которая, в принципе, в принципе не может быть поколеблена какими-либо аргументами и какими-либо фактами. Поэтому вести спор с антисемитом, приводя какие-то научные, научно-исторические и прочие аргументы, глупое, бессмысленное, я бы сказал, унизительное, по своей глупости занятие. Это абсолютно бессмысленно. Антисемитизм вырастает из иррациональной злобы. Причина этой злобы, почему она именно так канализируется, канализируется об этом, бесконечно написано. Я сейчас не об этом, но хочу привести один абсолютно конкретный пример. Абсолютно конкретный, очень печальный, очень кровавый, так называемый кровавый навет. Так, в литературе, несколько старомодной литературе, кровавый навет, то есть, ложное обвинение, называется, имевшее место на протяжении столетий, столетий в Европе, в христианской Европе, распространяемая клевета о том, что евреи убивают христианских младенцев и на их крови замешивают мацу для еврейского главного праздника Пасхи, Песаха. Трудно придумать обвинение более нелепое, более абсурдное и легко опровергаемое. Даже если просто очень сильно захотеть, чего-то более абсурдного придумать нельзя, ибо, во-первых, иудаизм запрещает человеческие жертвоприношения, вообще принципиально, это, скажем так, одно из первых и главных, что отделило иудеев от всех остальных народов в той эпохе, второго и первого тысячелетия до Рождества Христова. Запрет, категорический запрет на человеческие жертвоприношения. ЦПШ, други. А иудаизм категорически запрещает употребление крови в пищу. Причем это не гигиенический запрет, не медицинский запрет, не диетический. Это, имеющий религиозное, мистическое обоснование, причем этот запрет записан непосредственно в Туре, категорически запрещено, поэтому были специальные забойщики, специальные мясники, резники, тот самый Шойхет, известный в русскоязычном мире фамилия резник у евреев. Если в пище оказалась одна капля крови, вся эта пища становится непригодной для еды, и уж тем более речи быть не может о том, чтобы умышленно добавить кровь в еду, да еще в такую еду, которая подается во время празднования главного праздника. Ну и наконец, пункт третий, маца. Это нет полностью так лепешка, опять же, и мистический смысл ее поедания, опять же, записано и в исходном тексте, в Туре, в маце может быть ровно два компонента, вода и мука. Появление любого третьего компонента, соль, сахар, специи, что угодно, боже упаси, дрожи, появление любого другого компонента делает мацу неприемлемой для потребления ее во время пессаха. То есть, а потом, чтобы месить мацу на крови человеческой, это полный бред, абсолютный бред, несовместимый с эйдаизмом никак. О чем? В 1247 году издал специальную булу, то есть обязательное постановление папа Иннокентий IV, а также папа Григорий X в 1272 году, а также папа Мартин V, а также папа Николай V, а также император Фридер Гогеншталфин II, а также чешский король Пшемесел Отака, Рудольф Габсбург, Герцик Альбрихт Австрийский, чешский король Вацлав и церковь объясняла, и светская власть грозила страшными карами, это все не из любви к евреям, нет, не от любви к евреям, естественно, а потому что, ну, понимаете, от этого очень сильно попахивает богохульством, ибо Пресвятая Богоматерь, Дева Мария, родившая Спасителя мира, была вообще-то еврейкой, и каждый год она, несомненно, готовила мацу, и ее сын, вообще говоря, обрезанный еврей, эту мацу 33 года кушал. Тут появляются очень нехорошие такие оттеночки появляются, поэтому-то папа Римский забеспокоился. Ничего не помогало, ничего не помогало. Историки насчитали 250 эпизодов массовых расправ все время по обвинению в том, что пропал ребенок, это жиды, его поймали и умучили. Из-за этого бесконечно множество, как-то очень обратил мое внимание, эпизод, произошедший в 1529 году в городе Базин в Венгрии, сейчас это Словакия. Жил-то был там некий граф Вольф из Базина, который задолжал денег еврейским расставщикам и решил, что платить ему неохота. Он взял мальчика, увез его, абсолютно живого мальчика, похитил, увез его в Вену, после чего подняли Шумган, вся еврейская община этого городка, 30 человек были заживо сожжены. Вот таких эпизодов было много, ну а самый последний по счету, это, ребята, это 1911 год. 1911 год, город Киев, Российская империя. По небу летают аэропланы, в домах уважаемых людей звенят телефоны, под потолком, конечно же, горит электрическая лампочка, и по Киеву, заметьте, уже 10 лет со звоном движется электрический трамвай. В 1911 году в Киеве возбуждается уголовное дело Бейлиса по обвинению еврея Бейлиса в том, что он с сотоварищами похитил христианского младенца и его зверств и убил, дабы получить кровь для изготовления мацы. И это дикий бред. В 20 веке под звон трамваев рассматривался в суде два года, два года шел процесс, полтора часа заседали в конце процесса коллегии присяжных присяжных и вот только благодаря вмешательству лучших людей этой страны, включая, заметим, горячего антисемита Шульгина, да, антисемит антисемитом, но как юрист, как кадет, он никак не мог стерпеть тем, что в суде будут слушаться подобные дикие обвинения и невинные, заведомо невинные будут осуждены. Его этого Белеса еле-еле отмазали. 1911 год. Абсолютно нелепо, не имеющее ни малейших, всему противоречащее обвинение. Поэтому, милые девушки и замечательные юноши, даже не тратят время на то, чтобы переубеждать антисемитов какими-то аргументами здравогороза. Но это не все, у меня же размышлизмов-то полно. Размышлизмов у меня полно. Я предлагаю двигаться дальше, уже подняться на огромную философскую высоту и посмотреть с этой высоты на понятие справедливости и целесообразности. В нашем случае, в случае с историей создания, воссоздания государства Израиля на исторической земле, здесь-то все как раз справедливость и целесообразность замечательно совпадают. В очередной раз повторяю, что с 1517 по 1917 год эта земля, эта территория была часть Османской империи, что никакого арабского государства Палестины отродясь не было, что после поражения и распада Османской империи в Первой мировой войне, земли эти, как и огромные территории распавшихся империи, стали бесхозными, государства победителей, страны Антанты создали Лигу наций, которая приняла решение о создании на части территории Османской империи четырех арабских и одного еврейского государства. Арабские государства созданы, это Ливан, Сирия, Ирак и Ордания, создать еврейское государство на территории от реки Ордан до берега Средиземного моря было поручено Англии, она на это получила мандат, но его не выполнила. То есть требование создания на этой территории еврейского государства, право еврейского государства на этой территории абсолютно соответствует и принципу справедливости, и целесообразности. Поскольку справедливость вещь сложная, то я все-таки пойду дальше, подниматься на философские вершины. С этой вершины я вижу Гаррет Хардин, американский биолог, экологист, как бы сейчас сказали, а в 1974 году написал одну из своих замечательных статьй под названием «Этика спасательной шлюпки». В чем смысл? Смысл очень простой. Утонул корабль, затонул, сотни людей отчаянно барахтуются на поверхности бушующего моря. 50 человек забрались в большую спасательную шлюпку и, значит, у них есть шанс на спасение. Внимание, вопрос. Чем эти 50 лучше тех? Вот по какой такой справедливости они лучше? Кто это решил? Кто вправе решить, кому жить, кому не жить? И уж неужели эти 50 людей, случайным образом оказавшиеся рядом со шлюпкой, неужели они вправе решать, кто тут более ценный человек, а кто менее ценный человек? Из какого ребенка вырастет бандит, из какого вырастет великий гуманист и врач? Что же делать? Возможно, справедливое решение собрать шлюпку всех, пока она окончательно не утонет. Это будет абсолютно справедливо, мы не вправе решать, кто тут лучше и хуже, кому жить, кому умирать, поэтому умрут все. Это абсолютно справедливо, но абсолютно нецелесообразно. Погибнут все. Другой вариант. 50 человек в шлюпке должны налечь на весла, максимально быстро покинуть это место, отбиваясь веслом от всех, кто пытается в шлюпку забраться. Это решение предельно несправедливое, но единственное, которое обеспечит спасение хотя бы 50 человек. А что же делать, пишет дальше Гарри Хардин, тем прекрасным людям, добрым людям, с большим чувством сопереживания, сочувствия, горе другого человека, но они же не могут смотреть, как тонут дети. Гарри Хардин дает ответ, каждый такой должен выпрыгнуть из шлюпки и освободить свое место для другого. Это единственный способ, когда мы удовлетворим чувство справедливости, избавимся от мучительного чувства вины и в то же время не нарушим целесообразность и обеспечено спасение 50 человек. Под это будут другие 50 человек. Хардин это писал, как вы понимаете, не про шлюпку. Он писал про способ взаимодействия между высокоразвитами цивилизованными странами, в которых живет немножко людей, всего-то миллиард и всем остальным населением Земли. Хардин писал об этом. Но я предлагаю вернуться к нашим, к нашим баранам. Огромное количество решений и в частной жизни, уголовном праве, в межгосударственных взаимоотношениях решается не на основании принципов справедливости, о которых можно спорить до бесконечности, а на основании принципов целесообразности. Нету никакой справедливости в праве наследования. С какой стати? С какой стати? Человек, который палец о палец не ударил? А может быть, он вырос очень дурными наклонностями? А может, он просто идиот, простите, саждение? Почему ему должны достаться огромные деньги, огромные ресурсы? И он должен всю жизнь купаться в этой роскоши? С какой стати? Это абсолютно несправедливо. Карл Массов и Крэнс, конечно же, в своем манифесте коммунистической партии писали по немедленной отмене права наследования, однако в цивилизованной мере все уже поняли, да, это очень несправедливо, но отказ от этого разрушает фундаментальный принцип частной собственности, а это разрушает вообще всю структуру, всю структуру социального механизма, поэтому лучше стерпим эту несправедливость. Да, попытаемся ее уменьшить большим прогрессивным налогом на большие наследства. Нет никакой справедливости в том, что для того, чтобы посмотреть, посетить прекрасный природный парк, природный заповедник, насладиться видами природы и шума и водопада, надо платить деньги за дорогущий билет. Это несправедливо. Ребенок, который родился в бедной семье, ничуть не виноват, что у его родителей нет денег купить ему дорогой билет. Альтернатива? Альтернатива пустить 7 миллиардов на национальный парк разом, но они тогда превратят его в вытоптанную пустыню. Установить принцип очереди, кто первый пришел, первый вошел, но тогда бездельники будут наслаждаться видами природы, а работающие люди никогда этого водопада не увидят. И тогда нет никакой справедливости в том, что Советский Союз и Россия сейчас владеет той территорией, с которой были изданы 400 тысяч финнов. Я думаю, вы понимаете, о чем мы говорим. Первая Советско-финская война, абсолютно несправедливая агрессия, аннексия территории, изгнание людей. Тем не менее, у финского руководства, финского народа хватает ума даже не поднимать этот вопрос, потому что в данном случае лекарство окажется более тяжелым, чем болезнь. И, к слову говоря, мы зашли за наследованием, в большинстве стран мира, насколько мне известно, в юриспруденции есть понятие правил закон о приобретательской давности. То есть, жила-была бабушка, старенькая в бедном домике, но потом померла. Пришел человек, спрашивает, у бабушки какие-то дети были, не отговорят соседи, от родителей мы не видели ни детей, никого. Точно? Точно. Вот никогда не видели. Вот никогда. Сходил в сельсовет или там, как это называется, мне говорят, никого мы тут не видели. Человек занял этот домик, этот участок, домик снес, построил на его месте шикарный дом, участок превратил в цветущий сад, фонтан, бассейн. Прошло 50 лет. Приезжает человек, говорит, знаете, это моя бабушка, вот все документы, вот все документы абсолютного, все заверено, прям нотариатально. Это моя бабушка, я ее законный наследник, будьте любезны. И что на это отвечает закон? Закон большинстве цивилизированных стран отвечает, извини, братан, ты опоздал. Есть правило, есть принцип приобретательской давности. Этот человек владел этим участком, он это не скрывал, он превратил его в сад, и ты на этот сад, извини, братан, никаких прав дав не имеешь. Лэрбабайта. Соответственно, соответственно, по всем возможным и мыслимым соображениям, как справедливости, так и целесообразности, израильский народ, еврейский народ, превративший эту пустыню, эти малярийные болота, они такими были сотни лет при арабах, они именно такими остаются и там, где они продолжают их контролировать, какую-либо территорию, превративший эту территорию, эту землю в цветущий сад, отстоявший эту землю в многочисленных войнах, отражая агрессию арабских соседей, вне всякого сомнения имеют все права на то, чтобы здесь от моря до речки было еврейское государство Израиля. Все остальное это или, еще раз повторяю, проявление тяжелой глупости или проявление полного невежества, или проявление махерового животного антисемитизма. Невежество можно исправить, чем в частности, в частности занимается и наш канал, все остальное не лечится и неисправимо. Спасибо за внимание, почтеннейшая публика.